и вот теперь мы официально начинаем дорогие мои друзья тогда первый раз у нас пропал звук а я тут уже разные такие вещи наговорил в течение нескольких секунд но да ладно и мы с вами начинаем дорогие мои друзья своеобразный полуразговорный полуподкастовый стрим давно я хотел такой стримчик сделать дабы потом его может быть успешно нарезать выложить на youtube а может быть полностью его закинуть туда не знаю как сейчас узнаем я аж испугал минус бабай полуразговорный ну потому что обычно я провожу разговорные стримы где большую часть времени общаюсь с чатом тут я собираюсь вам скажем так что-то рассказать на определенные темы а потом скажем так мы эту тему вместе с чатом как-то более-менее обговорим половину говоришь половина нет не это немножечко по-другому так вот идея у меня это было давно потому что надо как-то совмещать пытаться канал на ютубе и стримы у меня есть конечно отдельный канал куда я закидываю записи записи стримов но он сделан так немножечко для галочки тупо потому что мне нужен канал куда я смогу закидывать записи стрима чтобы они потом не проебались потому что твич он все-таки эти материалы не сохраняет он спецказанул что-то такое чтобы мы хотели узнать а он звук вырубил иллюминаты а может быть я свое имя сказал рать я на твич аккаунт зашел а ты мои уши минуснул извините дорогие друзья пожалуйста я не хотел вас наверное звук на максимум было я тут как ебнул вам да извините сорян так вот давайте первая тема о которой я хотел поговорить у меня тут специально сейчас написан список тем которые я хотел бы немножечко так по которым я хотел бы немножечко так с вами пройтись это немаловажно потому что накипело накипело и просто надо как-то об этом более-менее высказаться так вот во первых во первых дорогие мои друзья хотелось бы с вами поговорить о замечательном ю азам ю тубе хотя бы попозже о замечательном контакте и вообще обо всем что там творится из-за mail.ru да мы по губам почитаем так вот про контакт в последнее время у меня очень очень горит с контактом прям минус жопа минус жопа из-за тупости людей которые там на данный момент работают потому что там нельзя сейчас вести какую-либо вообще творческую деятельность он рассчитан чисто на бизнес так что допустим если вы занимаетесь творчеством и что-то закидываете интересное в контакт то есть большой шанс то что ваше это творчество спиздят и надо пройти просто огромную кучу вещей чтобы вы были защищены от этого да добавили вкладку статьи это довольно пиздатая тема это я не спорю но это буквально крупится во все во всей этой бочке говна допустим сейчас если брать многие паблики с оригинальным контентом которые что-то придумывают я видел несколько пабликов которые были оригинальные идеи которые сказали так я хочу создать паблик на такую 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 тематику этого в контакте нет я смогу выстрелить он начинает это делать набирает допустим 5000 подписчиков может быть 10 с горем пополам а потом бац появляется богатый дядя такой или богатый сынишка богатого дяди и он такой на хорошей идеей говорится да хорошей идеей я ее спизжу я создам точно такой же паблик с точно таким же контентом абсолютно взятым оттуда я даже спизжу аватарку я спизжу название я спизжу описание паблика и буду выдавать это за собственный контент а поскольку я имею деньги я закуплю рекламу в огромном количестве и в итоге я переплюну оригинал раз в десять и в итоге и в итоге у него это получается сделать и тот человек который изначально придумал эту идею он сидит в луже говна потому что в итоге люди приходят к нему и говорят слушай а ты ж пиздишь контент там есть чувак который делает то же самое что и ты но у него подписчиков больше раз у него подписчиков больше значит у него идея это оригинальный значит он пришел сюда раньше значит и плагиатор соси хуй и тут вроде бы самая самая очевидная идея сам очевидная мысль которая должна прийти человеку пострадавшему это пойти бежать в поддержку в поддержку контакте говорить пожалуйста у меня буквально украли паблик весь полностью название все спиздили все спиздили почистую и сейчас выдают за собственный оригинальный контент а я сейчас сосу хуй и ничего сделать не могу на что поддержка контакте ему отвечает а извините конечно вот вы создали паблик да и говорить у вас украли а вы в этом паблике все сами сделали да я сделал сама что ну смысле вы сами рисовали картинки нет я их брал с интернета но я их и виды изменял под свой контент а значит у вас были картинки не оригинальные но извините тогда ничем помочь не можем потому что те картинки которые взяли с интернета они были не ваши а раз они не ваши это означает то что это не ваш контент и мы ничем помочь не можем хуй соси губой тряси урод кусок говна а за 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 и все и поддержка контакте тебя так вялым по губам водит мошенник который тебя исписал таким вялым по губам тебе водит все вводят тебе вялым по губам а ты вообще ничего плохого не сделал у тебя просто была оригинальная идея ты хотел ее воплотить жизнь а тут в итоге то теперь хуй сосешь и это называется вконтакте вконтакте от mail.ru где все водит тебе вялым по губам великолепно и на самом деле бы ничего бы этого не было если бы банально просто там сидели бы нормальные люди вконтакте в поддержке поддержка может очень многое они могут очень многое но они они сделали какое-то себе внутреннее правило то что мне нам похуй на людей нас волнует деньги в итоге они везде решили вместо того чтобы помогать людям они решили везде засунуть рекламу в аудиозаписи видео в паблике насчет вообще рекламной биржи вконтакте потому что многие они не знают они не связаны с этим я более-менее в этом разбираюсь я кое-что понимаю дело в том что у контакта вконтакте появилась сообразная внутренняя рекламная биржа и раньше она была создана лишь для того чтобы разные админы как-то между друг другом связывались и покупали рекламу друг у друга это было недейственно все с этого матерились никто с этого толком деньги не покупал все до сих пор пользуются самым банальным старым методом они напрямую пишут админом допустим увидели паблик у них схожий контент напишу админу куплю у него рекламу у меня паблик не такой мощный как у него но у него больше подписчиков и у нас схожая тематика а значит значит возможно не придут подписчики но контакт они нет они сказали нет у нас есть система получше мы создадим своеобразную внутреннюю биржу где типа люди могут сами связываться по каким-то алгоритму но эта хуйня не работала тогда контакт они решили вообще они вместо того чтобы исправлять они скажем так решили эту биржу модернизировать сделать ее чуточку лучше и они такие теперь вам не нужно связываться между друг другом чтобы купить рекламу теперь админ платит деньги и у вас автоматом эта реклама может выскочить в паблике если вы не успеете ее отклонить то есть допустим я сделаю так то что у меня могут покупать рекламу через биржу поставлю галочку принимаются заявки и допустим реклама будет стоить тысячу рублей и чисто теоретически пока я буду спать придет админ какого-нибудь кб который ворует у нас посты 24 часа в сутки он купит рекламу собственного паблика у нас в паблике и пока я сплю я ничего сделать не могу и если я за четыре часа не отклоню этот рекламный пост то у меня в паблике будет реклама кб вы понимаете вы понимаете к чему я веду сейчас насколько все плохо с этим контактом и вместо того чтобы это исправлять до вместо того чтобы ну вы в говне вы должны что-то делать они все нормально это не говно это работает мы не будем это исправлять мы будем это улучшать класс мое уважение самое настоящее просто мое уважение то есть если у вас включена рекламная биржа абсолютно любой человек абсолютно любой админ любого паблика не знаю говном продает в баночках он может прийти к вам он может через биржу до вас достучаться купить у вас рекламу и пока вы будете спать пока вы вот собите в две дырки у вас появится эта реклама вашем паблик и вы ничего с этим сделать не можете вы сму вы даже эту рекламу удалить не можете она будет у вас висеть ровно 24 часа сутки с момента появления и лишь только через 24 часа вы сможете эту рекламу удалить если вы захотите а возможно вы не захотите оставить заходите оставить ее у себя без проблем поэтому я отключился от биржи есть у меня еще одно еще одно еще одна возможность да более-менее адекватное решение есть у контакта она конечно работает немного не так как надо но у контакта есть еще собственная монетизация аля youtube дело в том что вы можете подключиться к монетизации а заявка рассматривается в течение месяца внезапно в течение месяца рассматривается заявка мою заявку однажды уже отклонили тупо потому что у меня в паблике присутствовал мат у меня было было слово хуй видимо где-то в ленте написано абсцессная леха абсцессная лексика у меня было написано в паблике присутствует абсцессная лексика отказываем вам монетизации клана подал повторно заявку и суть ее заключается в том что у вас между постами будет появляться таргетовая реклама то есть есть у вас а блок она не будет появляться но между постами вы на кранч ее могли видеть вы можете увидеть в во многих пабликах да там между постами у вас будет появляться реклама какая нибудь просто таргетированная на вас допустим у меня на кранче том же самом появляется реклама блять цветов стерлитомаке где я живу ладно без проблем без проблем и это более-менее адекватная вещь потому что обычно в таргетовую рекламу ну скажем так всякие наркотики всякая биржа все вот это вот прочее говно всякие клэш рояли очень маленький шанс то что они попадут туда да там будет именно то что видите вы то что гуглите вы и если у вас вдруг появляется реклама клэш рояля какого-то battle royale или прочее говно то это уже чисто ваша вина вы это говно гуглите вы это говно ищите вы на это говно подписаны а раз у вас где-то появилась запись то что вы это гуглите значит контакт решил ахат и сука интересуешься мобильными играми вот те реклама блять клэш сука говно смотри а ты сейчас стерлитомаки гулюшь нет вообще ни разу не гульнулся стерлитомаки просто потому что я в стерлитомаки поэтому эта реклама показывается у меня вот такие дела но я к сожалению пока что подключить монетизацию к паблику не могу я подал повторную заявку я жду когда мне ее отобрят но несмотря на то же в том же самом че мат присутствует во многих других пабликах присутствует мат но им там реклама разрешена а вот бабай ты хуй мы тебя рот ебали мы тебе тоже вялым по губам поводим а за 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 и все и в итоге бебей сосет огромную огромную залубку но ладно бы если бы на этим проблемы оканчивались последнее время я просто так рассматриваю думаю контакт сам по себе соц сеть не особо хорошая в плане того что а что а что тут что смотреть в контакте я раньше как-то был зациклен до годные паблики с оригинальным контентом я этим интересуюсь я хочу этим людям помогать а в последнее время я я я искал эти годные паблики с оригинальным контентом я насчитал пару штук а все остальное это просто говно из жопы да просто понимаете ли вот что происходит когда а школьники начинает интересоваться админством и созданием контента я просто ахуел сколько говна в нашем контакте ребят когда вы будете говорить бабай ты списался ты скатился у тебя больше нет никаких идей пожалуйста прекрати хватит портить свое имя я захожу просто в какому-нибудь рандомному человеку смотрю его подписки и еще паблики с оригинальным контентом в итоге я нахожу паблики на такие тематики я просто даже не понимаю кто вообще такой смотрит допустим да физика для ебанов или как она там называется блять математика для ебанов хер знает это вот это еще более-менее годнота но потом допустим вот еще академия всратых кинематографистов вот подобные паблики это это еще более-менее годно но потом я углубляюсь дальше и нахожу паблики блять про какие-то стихии блять земляные мемы блять водные мемы воздушные мемы там не знаю мемы блять с говном на каждый день и еще так далее я в ахуе я просто в ахуе а школьники это называют это пост ирония да калтура говноедство мемы твое лицо когда у тебя подлива с пениса потекла это пост ирония с этого не принято хихикать но раз мы хихикаем значит это пост ирония это должно быть смешно это идиотизм какой да он сказал то что это блять будет смешно последнее время я начинаю я начинаю понимать то что мой юмор немного дегратирует я начинаю я начинаю смеяться со всякого говна да допустим я захожу на какой-нибудь редит и не знаю там блять мем про джорджа буша который типа доедает младенца но я я утрирую сейчас но я пример написываю я вот с этого смеюсь но я с этого и вот вот с того что я вижу вконтакте я смеяться не могу это вот их пост ирония как бы сама идея пост ирония она прикольная но школьники лентивые лентивые ленивые говноеды они решили исказить определение пост иронии свою пользу мы будем делать мемы про говно хуёвые мемы вот реально кал понимаете кал мы будем делать канал кал блять с шрифтом лобстер с контакте в низком разрешении блять на 10 картинок при этом каждый из 10 картинок будет разного размера блять прямоугольная квадратная треугольная большого размера маленького размера при том там будет но не знаю шутка будет заключаться в том что какие-то его нарисованные в пейнте безмазанным в говне пальцем человечки такие и потом анк развязал войну и это смешно нет это не смешно это кал извините пожалуйста это извините я понимаю то что я сейчас немножечко утрирую но я примерно описал то что я вижу я не могу найти в контакте годный контент просто не могу прессами хороший качественный контент у тебя еще бы зрители немного больше чтобы поднять твою трансляцию в топ и попробую сайт для накрутки twitch.ru так блять иди к ты нахуй блять говноед ёбаный спамер я тебя рот ебал вот чтоб тебе все вот как всем миром вялом тебе по губам водили говноед сука ебучий пошел нахуй урод и же блять спамить подобный говно поспамить подобным говном я еще понимаю если бы этот разумист додумался через донат что-то прислать да кстати ребят а во время этого стрима я донатики отключил я потом если вдруг кто-то из вас донатит я прочитаю это более-менее в конце стрима заранее большое вам спасибо дорогие друзья если чё на всякий случай если кто-то подписывается донатит так вот на чем я остановился а да говно паблики говно паблики говно пабликов полно в итоге вот эта вот идея то что я раньше думал то что будут появляться люди которые будут придумывать что-то свое будут придумывать что-то смешное что-то оригинальное к сожалению к сожалению этого сейчас нет этого в принципе особо и не было но и не будет потому что ну во первых я понял то что действительно интересный годный оригинальный контент могут делать люди которые ну старше 18 лет и тут не дело в возрасте понимаете не дело в возрасте просто чем старше человек тем больше у него багаж опыта понимаете ли а тем больше у него кругозор по идее у адекватного человека у него огромный багаж опыта а значит у него достаточно много тем над которыми он может шутить потому что она чем может подшутить школьник ха-ха училки на кнопку на на стул кнопку положил и насрал ну вот примерно подобный кругозор там ха-ха-ха аниме ха-ха-ха шкалка в писке алкоголь у этого человека небольшой кругозор и даже если он может что-то придумать смешное на эту тему что-то оригинальное это не интересно это интересно только людям его возраста а мне нужно что-то больше понимаете что-то больше взять допустим богомолкина взрослый человек взрослый работающий человек с богатым багажом опыта который много чего видел он много чего знает он много чем интересовался у него достаточно много каких-то тем для юмора он может над чем-то подшутить из этого банально приходит достаточно странный вывод достаточно странный но тем не менее логичный годный контент могут делать взрослые люди но взрослым людям нахуй не надо делать мемы для контакта им нахуй это не надо есть люди которые да у они талантливы они делают какой-то оригинальный контент тот же самый дюран да он может что-то с этим делать у него там допустим какие-то оригинальные интересные посты но таких людей нет нет в большом количестве их очень мало а значит идея того что люди будут как-то делать интересный годный контент в большом количестве это очень маловероятно очень маловероятно и в итоге мы на данный момент потенциальные контента делай это школьники не в обиду школьникам но по большему счету а многие админы нынешних пабликов вот этой нынешней админской тусовки да есть две админские тусовки я сейчас о них подробно даже три админские тусовки я сейчас тусовки я сейчас подробно об этом расскажу вот но большая часть контент-мейкеров оригинальных это тупые школьники 16-летний которые а за мемы лобстером как смешно пост ирония шутка прокал смотри кешка ой а на меня чё-то не подписываются придется покупать рекламу в других пабликах ой блин вот почему так везет другим людям а почему блять вот 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 это меня особенно убивает у нас есть достаточно много хейтеров нашего паблика конкретно моих хейтеров да админ из других пабликов в основном школьники либо богатые дяди которые воруют мемы для своих пабликов и они ругаются на меня потому что я рекламу не покупаю не покупаю рекламу недавно свп шились только с админом че у него там есть паблик кашель из космоса что ли как-то так называется я раньше с ним свп шел там прирост особый не скажем так разница между ежедневным приростом от обычных наших постов и от рекламных постов я что-то разницы не заметил так вот эти хейтеры эти малолетние хейтеры они говорят вот бебей да у него мемы ну это знаете ли они мнение об этих мемах чересчур завышена вот он блять вот он какое-то говно сделок нему подписчики пришли но это просто быдло говноеды да бебей он вообще урод неинтересный а чем его рот в принципе ебали а при этом сами не сидят в луже и у них почему-то паблики не растут потому что они не знают просто банальная суть я не говорю то что мой контент годный ребята боже упаси блять святые силы я не раз вам говорил то что мой контент говно лично для меня я смеюсь последнее время скалы видели мой мем пролог я сейчас башку намажу это единственный мем с которого я смеялся при том что ну чисто объективно думать это 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 кал это хуйня я смеялся с этого я не делаю контент в паблик с которого я смеюсь поэтому я не могу его оценивать если человек сказал мне блин бебей спасибо за годные мемы возможно он прав возможно он нет ему понравилось ладно но я не могу сказать то что мой контент годный но я знаю точно то что мой контент но как минимум на одну голову с половинкой выше чем контент тупых малолетних школьников вот этой вот нынешней тусовки теперь вообще про сами админские тусовки это интересная вещь сейчас будет это интересная будет сейчас вещь во первых есть всего в принципе примерно три админские тусовки да есть админская тусовка большая это богатые дяди богатые дяди с примесью людей которые просто свое время распиарили свои паблики сейчас имеют с этого доход то есть это беспринципные беспринципный круг аутистов то есть в этом кругу мрази самые конченые люди во всем контакте это те кто ворует да там админы кб и гм блять всяких мдк прочего вот этого говна это вот местная такая админская тусовка админы пабликов главного течения до мейнстрима я их вообще за людей не считаю но тем не менее большая часть людей в этом кругу они взрослые больше 18 лет да у них недостаточно знаний по большему счету там даже есть быдланы которые просто каким-то макаром научились продавать рекламу ее покупать и сейчас имеют за счет этого какой-то прирост и так далее да они просто воруют мемы и покупают и дают рекламу есть другой круг админов это уже современные админы не таких пабликов да такие скажем так паблики не для всех там допустим эти паблики ну около 100 тысяч с чем-то может быть 200 тысяч в большинстве случаев чуть чуть больше ста тысяч и дальше меньше идут это вот такой круг они таких как все админов которые там как раз у них и мемы лобстеров блять и пост ирония и мемы про то как правильно сосать хуй и так далее я их тоже в принципе за людей не считаю но они все равно лучше чем круг админов которые воруют да эти эти они просто там сидят своем говне говорит о пост иронии обмазываются жрут говно сидят в этом чане с говном набирают в рот говно и плюются друг друга этом я может быть это не особо понимаю может быть я просто не в теме может я слишком стар для этого хер знает ну ладно хрен с ним есть еще маленький кружок но люди стараются в этот круг не входить скажем так есть круг людей админов более-менее адекватных каких-то необычных пабликов которые стараются не причислять себя кругу админов и стараются как-то держаться обособленно но при этом они что-то в этой тусовке понимают да что-то они разбираются что-то знает разбираются каких-то в местных админских локальных мемах и так далее и но при этом они они находятся в этом кругу но они между собой скажем так не общаются таких админов немного таких админов мало и я даже не знаю будет ли этот круг расширяться потому что меня была мечта то что именно вот этот круг он будет становиться больше а вот эти вот круги даже может быть кто-то из других кругов будет переходить в этот круг но вместо того чтобы вот этот круг увеличился увеличивается круг говноедов круг а дебилов постепенно чахнет потому что вконтакте все труднее труднее продавать рекламу продавать и покупать все труднее зарабатывать деньги но при этом увеличивается вот этот круг вот я примерно вам объяснил и вывод которому лично я хотел бы из всего этого прийти а контакт на данный момент является хуёвым местом нужно что-то отсюда переходить тут нет гноты то есть тут сидеть в принципе особо нечего была бы альтернатива была бы клёвая альтернатива я бы съебался туда я бы начал потихонечку как-то подбивать подписчиков допустим ребята давайте туда идти давайте сюда идти есть телеграм но он он не подходит он не подходит через какие-то сторонние плагины что-то какие-то бот и так далее там добавлять лайки еще лайки еще что-то это это не для меня нужна какая-то более интересная альтернатива есть тумблер говорят тумблер в принципе сама по себе вещь неплохая но нужно что-то еще нужно что-то еще потому что фейсбук нет фейсбук это слишком я не хочу ввязываться в политику но фейсбук слишком либеральная вещь мои мемы там не подойдут да мои мемы про не знаю про чернокожих людей или еще какие-то может быть кому-то могут показаться расистскими и так далее мемы про евреев или что-то из этого ряда фейсбук может меня просто забанить за это на нгак тумблер ну найгак вдруг мы ты давай еще на и фейс пойдем и айфа не или что-то есть дискорд ебать ты ну вообще разумист ваську в skype так фейсбук же континент консервативные не консервативные вот поэтому я сейчас просто на данный момент еще альтернативы как альтернативы будут ребят поверьте меня я дам голос я дам знак я я вас как как варкрафте же друидов разбудили с помощью рога я также всех на великий поход великое переселение буду звать потихонечку блять twitter да чё twitter чё twitter чё twitter это немножко хотя в принципе как альтернатива может быть не знаю посмотрим баба делай рассылку в виде писем и каждому отправляй по почте ну чё каждому в гости приходить смотри новый мемасик чё нравится нет какой комментарий оставишь лол я первый нет ты не первый извини друг я тебя забаню и пристрелил на месте ладно давайте немножко водички хлебну от немножечко горло размягчить охладить ладно поговорили про вконтакте поговорили про паблики теперь поговорим про youtube вот с ютубом дела вообще плохи ребят я даже немножечко в ахуе с ютуба в последнее время это жесть начнем с того что как я уже не раз говорил а youtube это не та вещь где я зарабатываю деньги недавно я получил свой первый чек за все время за все время ребят вот вы помните сколько я на ютубе видосика взял так далее я получил наконец свой чек 100 баксов е за два года что ли там контент-мейкерство и так далее но вот в чем проблема несмотря на то что весь мой контент невозможно монетизировать потому что там где-то канами сказали хуй соси губой 3 где-то еще что-то у ютуба есть достаточно много проблем которые связаны совершенно с другим допустим с той же самой толерантностью но ютубе во первых появились новые ограничения новые правила я не знаю у меня на данный момент нет бумаги а что-то не подготовил но и суть заключается в том что теперь если допустим у меня будет какой-либо видос где будет что-то youtube посчитает расистским нехорошим где допустим как-то некрасиво выскажусь про каких-либо меньшинств про какую-либо группу людей youtube может конечно кинуть страйк но у ютуба появились другие методы другие методы которыми он может надавать мне по жопе допустим там появилась реальная возможность помимо отключения монетизации отключение от трендов рекомендуемых и домашней страницы то есть банально допустим если я сделаю что-то нехорошее что-то где-то плохо пошучу я не смогу появляться в рекомендуемых у других людей и меня могут смотреть только мои подписчики если они зайдут ко мне на канал не будет возможности появляться в трендах или еще где то то есть и банально будешь чуть ли не вызов тем в угол поставят ты будешь жить в изоляции в углу будешь стоять охуевать ой а что происходит где я накажусь что что где как зачем ой мать моя женщина за что меня сюда посадили что за то что я сказал что-то плохое про черных людей я сказал про или дана когда он превратился в черного демона вы посчитали то что я сказал конкретно про черных и что теперь за это я не буду появляться в рекомендуемых и других людей а как же мне тогда набирать подписчиков они как сейчас мы достанем велого дорогой ютубер делай губки пью и сейчас мы будем водить тебе ой 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 и это нехорошо это очень нехорошо есть конечно альтернатива сейчас где-то она у меня тут была сейчас есть альтернатива какая-то иная платформа называется в юли а йо хрен знает что это такое но многие говорят то что это сейчас чуть ли не альтернатива ютуба появляется многие блогеры поддерживают данный сервис давайте я вам сейчас на всякий случай кину ссылку на проблема вот в чем go на демон шоу все пиздец но сейчас тебе бан друг мой какой еще демон шоу на соси хуй блять соси хуй ладно работяги ща демон шоу а ну все понятно сейчас извините ребят я поставлю медленный режим они вообще мало того чат только для фолловеров а за 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 чё блять а хуй вам блять придется на меня фоловицу чтобы мне чё-то написать уроды блять подписывайтесь я то не против фоловьтесь на меня гай фоловьтесь давайте фоловьтесь ух ох блин да блин работяги пожалуйста приходите ух давайте давайте больше 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 а вот хуй вам поняли ладно извините дорогие друзья обожаю с людей которые ниже меня по умственному развитию ну то есть к животным я обожаю к животным относиться с презрением а тувари понятно а ну чего ты злой человек то такой да я не злой я просто угораю над дебилами додумали зарядить меня блять демон шоу еще демон шоу блять дегенераты вы серьезно думаете то что у меня то что у меня о все понятно да запускаем символ вот блять иди символ сев свои мама вы запусти извините но я же говорю обожаю угорать над недоразвитыми это всегда смешно это всегда ржекич ладно я загульчу за дима шум там хуйня какая-то на дам серьезно на ютубе фунтер меньше на ютубе стримит а за 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 какой умственный отсталый человек в здравом уме будет стримить на ютубе когда есть твич я не знаю что там у вас за ведущий навалышем демон шоу блять но это долбоеб шоу в прямом смысле стримить на ютубе но ты лалка а за 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 шка пнг устроил коммунизм блять вы бледок ютуб ски тот кому youtube за это плюшки дает ой блять вот это я понимаю блять рейд это ж какой там усос должен сидеть чтобы такой маленький рейд устроиться своего усосного ютуб канала да я очень рад то что человек получит свои 30 центов за столь великолепные плюшки которые тут делает обожаю обожаю прям но на 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 щедевр просто самый настоящий шедевр ладно поговорили про зазашки поговорили про зазашки обсудили умственно отсталых совершенно внезапно обожаю это не знаю серьезно я не знаю каким нужно быть идиотом чтобы вести на ютубе стримы я когда-нибудь буду вести на ютубе стримы только в том случае если меня забанит на твиче вот если на твиче меня забанит и будет происходить какая-то проблема и я не смогу снимать на твиче без проблем буду стримить на ютубе но когда это все равно что зачем жрать капусту если есть картошка самый справедливый вопрос тот же самое тут зачем твич когда можно иметь стиме нет бери выше зачем твич когда можно стримить вконтакте о май о май справедливо да велит свою великую нацию деградачан за редит ну что за дебил а что тебе мешает сделать второй аккаунт на твиче ну понимаешь ли у меня есть 3 у меня есть youtube канал и как-то стримить на новом твич канале когда я могу могу стримить на ютубе имею уже какую-то определенную аудиторию не имеет смысла заново набирать аудиторию из тебя забанили если забанить на твиче иди на стрим лапс лол ну гуд гейм ладно все все ладненько продолжаем я хотел тут что-то еще сказать на какие-то темы поговорить так я говорил про youtube я говорил про youtube боже мой а чё я говорил про youtube то вот меня сбили вот приходят всякие усосы унтер меньше ютуберские идиоты стримить на ютубе ну ты вообще ты идиот просто идиот я не знаю ну извини но я просто не могу я просто не могу никак иначе сказать ну ты просто идиот кретин блять чат только для саберов не это вообще жестко у меня не так много сабов на данный момент находится чтобы ко мне какие-то сабы приходили не но вы кстати в принципе можете подписываться дорогие друзья мы тут начнем скоро проходить kingdom come deliverance а то подобные стримы кстати разговорные у нас тоже будут происходить я все же собираюсь как-то творить какой-то иной еще контент помимо игрового какой-то связанный с ютубом но не стримить на ютубе я все-таки не идиот вот но не знаю знаю одного чувака который смотрел человек 30 максимум может стоим пришел на youtube и те смотрят в постоянке 1000 так что иногда это идет в плюс зрителям но понимаешь ты если изначально у него есть если изначально у него есть какая-то аудитория на ютубе на ютубе получить аудиторию легче для видосов не для стримов для стримов это тупо вот он может еще как-то более-менее стримить иногда но в целом увы зачем твич если можно устроить сходку стерли парижа да зачем твич если можно устроить сходку в падике нет извините на kingdom за расизм на их или да я знаю там это щит иди иди азиатизм серьезно доебаться зачем этот это уже просто глупость извини твич да извини если я говорю что-то не так но то что в kingdom come deliverance нету представителей афроамериканцев это нормально потому что эта игра с историческим уклоном с уклоном в реализм а это будет ломать игру ты хочешь чтобы люди не могли деньги зарабатывать чтобы они просто проебались в свой труд срали чисто ради толерантности это глупо так нельзя делать это это не человеческая вещь просто так нельзя главное сказать и боги имея не было черных говорили историки от или раз там похуй им всегда похуй увы 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 тем не менее скоро мы сами будем проходить kingdom come deliverance на этих замечательных дивных стримах возможно 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 будут какие-то видосы по этому поводу но только видосы да если я могу сказать что-то такое чего не скажу же другие ютуберы другие профессиональные обзорщики с играми для не таких как все если вдруг они если вдруг у меня будет сказать что-то иное а я уверен то что будет я уверен то что не будет сказать что-то иное потому что всегда найдется человек который говно игру назовет хорошей всегда должен быть человек который должен эти слова опровергнуть и скорее всего этим человеком который слова должен опровергнуть это буду я но не суть насчет других игр которые мы будем стримить или которые в принципе я жду в этом году это скорее всего году вор человек пук да и на данный момент все я больше не помню игры потому что там вот эти вот detroit become human да и в принципе какие-то эксклюзивы для playstation какие-то игры на pc не знаю я пока что таких годных анонсов особо не слышал только годов вор и про человека паука все жду еще когда на nintendo switch наконец-то появится появится игры с предыдущих консолей в которые я смогу поиграть через какой-то внутренний эмулятор и то на nintendo switch тоже особо каких-то годных годных вещей не анонсировали кроме байонеты вот слышь капуста так-то заявить тушеная капуста тушеная капуста это классно с чем-то просто такую сухомятку жрать это немного глупо солен а да метро точно метро метро я жду метро хорош я прошел с удовольствием предыдущей части метро это годнота до ладненько дать поговорим теперь немножечко про сам твич про сам твич поговорить весьма желательно в последнее время я начал замечать за собой что начал смотреть ну даже не то что смотреть а обращать внимание на ютуберов на которых в принципе раньше не обратил бы внимание не знает тот же самый папич я в последнее время обратил внимание на его контент начал смотреть контента гитмана кейка факера да и вообще многих других ютуберов которые ну как бы да я знал то что и ютуберы стримеры да как бы я знал да то что стримеры все дела на я как-то их не смотрел то что мне казалось что они стримит не особо интересный для меня контент потому что у меня все таки немножечко другие интересы и мне нужны как-то стримеры которые у которых немножечко интересы со мной более-менее совпадают а то кроме блять зулина смотреть лично для меня особо было некого ну допустим это еще иногда и все а последнее время что-то обратил внимание и на самом деле я начал примерно понимать за что их люди смотрят может во первых сами по себе люди интересны если стример не интересен как личность то неважно пусть он хоть стриме то самую шедевральную игру на свете его смотреть будет не особо интересно главное чтобы сам стример тащил главное чтобы тащила личность ада зыбура еще зыбура точно 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 вы берете руки как сверхразума синий за наушников вору в смысле почему у меня руки си ибо сука руки светятся извините я не должен смеяться такой хернина это действительно забавно про конфликта ласки и мэда что думаешь про конфликт ласки и мэда но я знаю во первых то что это постановка и с этого люди просто смеются это значит это как рестлинг да допустим человек ну человек не один нормальный человек всерьез не поверю то что в веселье происходит что-то реальное они угорают со всего вот этого представления со всей этой наигранности то же самое примерно и тут вот нихуя бабай-мар смотрите у рука подождите а вот и за эту видите кстати гавна наушники ни за что не покупаете микрофон даже месяца не прошло сломался поэтому я вынужден вот через этот замечательный микрофон разговаривать, который мне пришлось внезапно покупать, потому что вот этот вот микрофон сломался. Да. Говно называется, блядь. Лёнгзю Гейминг, они представляли... А, вот Сейдз, да, вот Сейдз, видите, Сейдз. Они представляли какую-то... какую-то команду в Лиге Легенд. Я подумал, вау, ну раз они представители, спонсоры, может быть. Ну, вы знаете, как типичный Бедлан повелся на вот это, и... А профанился! Сосанул неплохо так. Такие дела. Ладно, ребят, давайте давайте с вами поговорим о чём-нибудь. Давайте с вами более-менее расслабимся. Думаю, сейчас я уже вполне могу включить... Могу включить алерты. Только я их немножечко уменьшу. Немножечко уменьшу и вот сюда перенесу. Да, пусть на микрофончике, если что, это будет появляться. И немножечко уменьшу звук сам по себе. Всё, отлично. Так что, если вдруг кто-то захочет задонатить, пожалуйста, пожалуйста. Вот. Когда уже будет классическое РПГ на стриме? Пока что... Феня, не ори! Там у нас кошка орёт. Она обычно орёт в момент, когда на толкане сидит. Да. Это обычно бывает тот момент, когда кошка начинает копать туалет и ей начинает приспичивать. Она ещё не успела откопать ямку, и она такая «Мяу, блядь, не успеваю, мяу!» Это смешно всегда. А нет, всё, она... Нет, всё, она сходила в туалет. Теперь она просто оповещает меня. Всё успешно, я посрала. Феня! Чё? Блядь, минус! Я чуть не обосрался! У меня наушники были на максимум! Я их не... Не сделал тише! Мои ушки... Ааа, спасибо большое, Лепато! За 100 рублей! И Феня тебя тоже благодарит! Ты же поэтому имя учишь, да? Феня! Кс-кс! Идём сюда! Идём сюда, Фень! Она на меня как на идиота смотрит. Она смотрит на меня как на дебила. Чё, Фень? Главное, всё более-менее успокоила. Значит, можно поговорить дальше. Так вот. Большое спасибо, Лепато, за 100 рублей. Это очень приятно. Это очень классно. Это очень радует. Она запрыгнула на стул и начинает его дерябать. Всё, успокоилась? Всё, она успокоилась. Вот теперь она точно мяфкать не будет. Всё, хорошо. Ладно. Продолжаем. Так вот, насчёт классической РПГ тут говорили. Ааа, в принципе, Kingdom Come Deliverance, она, конечно, не будет типичной РПГ, но, как многие говорят, это просто вылитый Скайрим. Ой, Скайрим. Обливион. Я не знаю, я смотрел видосики по геймплею, есть схожесть, но я пока что не верю. Но люди, которые что-то вот играли в эту игру, я читал отзывы людей, они говорят, это просто вылитый Обливион, начиная от всего. Это просто Обливион, но из которого убрали всё фэнтези и оставили тупо средневековый антураж. То есть там вот буквально всё, даже шрифты, интерфейс, инвентарь, прокачка, как-то всё вот это сделано больше в духе Обливиона. Я не знаю, может быть, это просто Обливион удачно всё как-то средневеково сделал, но все говорят, у тебя будет просто флэшбэчить от Обливиона. Ой, а то тебя будет флэшбэчить референсами на Обливион. Я так, чё? Серьёзно? Нет. О, привет, Custom. Это мы про Kingdom Come Deliverance, замечательную игру, которую я жду, и которая, если сайт не пиздит, если сайт не пиздит. Сейчас. Kingdom Come Deliverance, извините, я должен погуглить. Kingdom Come Deliverance. И если зайти на официальный сайт, то тут написано, то что игра будет доступна через 16 часов. через 16 часов официально будет доступна. Я на всякий случай обновлю страницу. И... действительно, время не меняется, значит, действительно осталось ну, почти 16 часов 50 минут. Значит, она завтра уже будет доступна. А Kingdom Come я ставлю блок Бонда с кнопкой, что игра будет за лупы. Ну... Custom. Ты немного предвзято относишься к игре. Я примерно знаю почему, но давайте все же будем более объективными. Я смотрел видеоролики, и пока что у меня есть боязнь только за одно. За боевую систему, которая в роликах, в которых настоящих, в геймплейных роликах, она была абсолютно ужасна. Боевая система, которую я там видел, это была просто полная залупа. Я аж охуел. Я искренне надеюсь, что они это исправили, потому что там действительно было все ужасно. Я смотрю, как дерутся люди на мечах. И там, когда ты бьешь человека мечом, там должен быть специфический, там должен быть специфический звук, да, как будто меч входит, либо хотя бы рубит доспехи, либо прорывается сквозь доспех. Но знаете, какой там звук был? Как будто на палках, блядь, пластиковых дерутся. Боевка с Моровин, да, абсолютно согласен. Я как будто в Моровин посмотрел, как человек играет. Это ужасно. Если они это не исправят, а игра, там, как бы акцент на боевке, там они сказали, мы-то сколько денег потратили на то, чтобы сделать реалистичную боевку, а там реально, там прям как в игре Bastard's Tale, я не знаю, играли вы в эту игру или нет. Ну, короче, во многих играх, где тебе надо выбирать, с какой стороны ставить блок, с левой, с правой, сверху, снизу, с какой стороны ударить, как ударить, зависит от оружия. То есть, там примерно такая боевка, они постарались сделать ее максимально реалистичной, потому что там занимается разработка игры «Человек» с «Мафии 1», тот, который вел в «Мафию», там штрафы за ПДТ, дорожные движения и так далее. И он отвечает более-менее за реализм. Но если боевка будет сосать член, если боевка будет сосать член, вы меня извините. Я достану своего вялого. Я врублю. Я даже не буду писать текст. Я просто пройду игру полностью. Я не буду писать никакой текст. Я ничего не буду подобного делать. Я включу камень. Я включу вот эту вебку. Достану вялого. И вот так вот, покручивая вялого в руке, я так скажу «Так-так-так-так-так-так». «Значит-то мы тут о Kingdom Come Deliverance нахваливаем». Хоп! А я тут только что Kingdom Come Deliverance прошёл, и у меня есть парочка аргументов, почему вы тут все пиздоболы. И всё. И начну. Просто я буду... Я даже не буду как-то пытаться фильтровать свою речь. Там будет такой сапожниченский мат. Я просто запрусь в комнате, налью сюда стаканчик воды. Я не буду в неё добавлять валерьянку, ничего такого, потому что не поможет. И я буду просто хуесосить всех на камеру. Абсолютно всех. Я перед этим ещё погуглю, кто, блядь, поставил годные оценки данной игре, потому что там писали некоторые в комментариях. Ой, Бебей, ну, понимаешь ли, невозможно быть объективным во всём. Игровой журналист должен быть субъективным, потому что игры всё-таки это дело субъективно. А я скажу, открывай, ротан, сейчас будешь вялого майонезного у меня получать, потому что ни хера, блядь, ни хера. Меня взбесило это, когда я делал обзор на Hellblade Sin of Sacrifice, когда все долбоёбы, блядь, с играми не для всех начали выливать свою срань на ёбаный YouTube, говоря о том, что да вы просто ничего не поняли, у вас нет нужного багажа опыта, да вы просто недальновидны, и поэтому Hellblade вам не понравился. Ох, блядь, как у меня тогда пятая точка начала плавиться из-за этих тупых долбоёбов, которые считают, если мне понравилась эта игра, она же про шизофрению, и она не такая, как все остальные игры, значится, я не такой, как все, да ты ёбаный сноб, ты тоже самое быдло, ты просто ничем не отличаешься от идиотов, которые сидят в паблике МХК, и которые типа, ой, я посмеялся с мимосом про Толстого, я такой, я просто, я такой необычный человек, ты дегенерат, то, что тебе понравилась не такая игра для не таких, как все, это не означает то, что ты у нас тут сверхчеловек сидишь, вполне возможно, ты долбоёб, который нахваливает игру, и просто очерняет всех, кто эту игру обсирает, просто потому, что, да вы не поняли, вы все быдло, вы все тупое быдло, а мы тот компания нас всех замечательных людей, которым понравилась эта игра, мы поняли её суть, тебе что, нужно рубилого прямо как в году вор? Эта игра, она не про рубилого, она про внутреннюю борьбу после утраты близкого человека, так сделайте из неё визуальную новеллу, нахуя вы в неё экшен суёте, который не работает, не работает, вы понимаете, этот экшен не работает, чтобы поедать ваш, ой, не такой как все, не такой как все сюжет, мне приходится буквально через говно, через бочку говна, не, через тоннель говна, как в ёбаном побеге из Шаушенка, блевать под себя, безмазываться во всём этом, и верить, то что, да нет, вот сейчас, да, хуёвая боёвка, блядь, собирать какие-то руны, искать, пиксельхантик, но сейчас-то будет сюжет, ох, сейчас будет сюжет, я вываливаюсь из этой трубы со слезами на глазах, пройдя игру, и так, и это всё, я, блядь, через этот тоннель говна, пробирался, плакал, блевал, блевал всем в ладошки, умывался этим, чтоб мне сказали в конце, сынуа, отпусти, и потом я с чистой такой душой иду в ютуб посмотреть, что лют говорит про столь интересную дивную игру, я включаю первое попавшееся видео, и мне говорят то, что если вам не понравилась игра сынуа Killblade Сакрафайс, вполне возможно, вы просто быдло! Я сам в ахуе, фень, ты понимаешь? Я сам в ахуе! То есть, раз мне не понравилась боевка, значит, я быдло! Если мне не понравилось искать руны, пиксель хантить, значит, я быдло! Если мне не понравилась концовка в игре, где меня заставляют бесконечно сражаться с ордами наступающих врагов, в течение, а и при этом не говорят то, что я должен проебать, и я в течение получаса просто как ёбаный идиот, как сумасшедший, с пеной у рта пытаюсь их победить, и тут я проигрываю, и мне говорят то, что так и надо было, и тут мне в комментариях, допустим, какой-то человек пишет, да ты не понимаешь, мало того, там нашелся один долбоеб, который в конце про битву писал то, что ты просто не понял, там, я лично даже релевил, типа, пытался, потел, ух, бля-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-ать, охуеть, бля-ать, как же мне сложно читать комментарии подобных дебилов, я недавно сидел в паблике Hype Wave, и там была новость, не, знаете что, ребят, просто, а, кастом, кастом, ты тут сейчас сидишь, кастом, пожалуйста, кастом, ты тут сейчас сидишь, зайди, пожалуйста, фотка разработчиков игры Hellblade с этими самыми с этими самыми статуэтками они там стоят, типа, награды заслуженные, да, сейчас я найду это конкретно, я, я, тут просто придется тебе полистать, я просто тебе примерно скажу дату, где это находится, я вот просто, ну, как бы ты поймешь рофл, с чего я угораю, смотри, да, смотри, короче, 10 февраля, именно в это число тут, короче, появился пост на Hype Wave, почитай комментарии, ты сразу найдешь комментарий нужного человека, ты сразу, сейчас я его пытаюсь найти, где он тут, вот, ты сразу найдешь комментарий нужного человека, заходи к этому человеку на страницу и заходи в подписки, просто сразу же заходи, ты сразу, ты сразу, ты сразу просто, ты просто сейчас зайдешь, увидишь этот комментарий, блядь, Что-то я знакомый, что-то знакомый Где-то я уже слышал подобные речи Зайди просто в ёбаные подписки И ты просто такой Вот примерно ты так будешь сидеть Я примерно так же абсолютно сидел Аааааа Ты зашёл в подписки, да, кастом? Ты увидел, с чего я сейчас хихи ловлю? Ты просто прям в самых первых увидишь! Ты зайди просто, это такой ржач! Бляяяять! Ой, у меня сейчас просто сердечко остановится с таких лютых смешариков, которые я тут сейчас ловлю! Мозги уже спеклись. У меня просто уже крышняк начинает ехать. Я сейчас просто охуевать буду от жизни. вот примерно я вам сейчас описал свои эмоции я как бы понимаю да когда зайди в дискорд я пару слов скажу или в но касательно этого ну давай сейчас я быстренько в дискорде зайду я не знаю будет ли тебя слышно или нет я сейчас увеличу звук на стриме сейчас у меня входит так заходи в канал этот best crossovers я сейчас сюда зайду так сейчас давайте тогда пока что он будет заходить и сейчас быстренько alertbox выключу а то мало ли сейчас как ебанет по ушкам и мы тут все сейчас охуеем так да у меня тут звук выключен сейчас я все меня слышно то ли походу тебя не слышно то ли я дебил сейчас подожди я в настройках быстренько поковыряюсь настройки пользователя голос видео устройство вывода не все правильно сейчас микрофон у меня так так кастом ты меня слышишь блять а эти не слышу блин ну тебя походу виду то что как бы микрофон у тебя работает сейчас так папа очень сказать ни хера сейчас еще звук смотри устройство вывода устройство вывода попробую так ну-ка все слышно так вот короче касательно тех несчастных у которых подписках но не самые лучшие паблики я там еще увидел и лентач нет это чтобы не то чтобы у меня там самые лучшие паблики я там и на forge подписан и на brothers hd и прочее прочее и типа это не самые лучшие паблики как бы и судить людям по пабликам ну это не православно естественно конечно же мы же не какие-то животные чтобы осуждать на то что человек подписан в на игру шлюху вот но как бы я просто к чему вспомнил я я подумал что это займет очень много времени чтобы написать на короче смысл том то что есть dark souls вики вот ну там где всякие статейки всякие полезности в касательно в dark souls и там есть форум вот ну и собственно естественно в на форуме периодически фигурирую я в лице ну не в лице себя как вот рандом начал нет нет как вот формате обсуждения то что кто-то там обсуждать какое-то в творчество и в общем там была тема касательно того то что чуваки вот я поиграл dark souls 2 там какой-то рандомный чел пишут я поиграл по 2 dark souls скажите типа вот как вам вообще игра потому что я честно в не знаю как вообще принято они выражаться и что вообще о ней нужно думать поэтому мне было бы удобно если бы вы все сказали каком игра но там короче я контекста в не вне помню в но если так вот очень грубо жать короче парень просил общего мнения чтобы потом скомпилировать из этого какое-то более подходящее мнение чтобы она устраивала абсолютно всех то есть чтобы в не выбиваться из рамок каких-то то есть если к примеру 20 человек из 30 допустим напишет что игра классная да с каким-то минусом он из каждого мнения возьмет свое сделает из этого свое мнение и будет его задвигать чтобы в не выделяться как раз таки из общего потока иначе его заклюют тоже же самое и игра шлюхой которая залет и залечивает в мысли как будут юных зрителю такое как бы неправильное мнение то есть они такие а окей он точно игра же не блять ну вообще надо было бы поиграть конечно но игра не для всех игра не для всех меня не прошел сейчас я скачаю пойду торрент найду где-нибудь это дорого для причем покупать игры а потом как-то говорить мнение про них пройдя полностью не я лучше скачаю пройду полчаса и так для класс вот тоже вот тоже самое будет про кидом кам это игра шлюхи короче его позвали там на какой-то закрытый показ поиграть не дали но дали флешку где дали 40 минут геймплея вам из этого надо сделать обзор и то есть люди на полном серьезе они из этого сделали обзор вот все те обзоры которые ты видишь вот в интернете это обзоры по тому 40 минутному футажу ты можешь даже для прикола взять взять вот эти вот но какие-нибудь три обзора да вот и посмотреть их но в друг за другом и увидишь там вот футажей одни и те же абсолютно одни и те же вот и короче это к тому то что ты не знаешь как повернется жизнь но иногда жизнь тебя ставит раком настолько что ты готов продать жопу ради блять флешки с символикой kingdom come то что ты готов заглотнуть про оперным от минетом заглотнуть хуй разработчиков kingdom come лишь бы они тебе дали ключик вот и естественно надо в на стриме очень хвалиться и говорить то что ты из 40 минутного футажа смог высосать 10-минутный обзор ты смог это порезать так и пошинковать чтобы это круто смотрелось поэтому чуваки kingdom come будет круто это как мне дали флешечку на 4 гигабайта с футажами все я кончил с kingdom come будет тоже самое игра хуйня я более чем уверен скриньте мои слова всем спасибо всем пока все я я кончу зовите на внастрим у меня кончаются подписчики и падает онлайн давай добрые ночи не вообще я понимаю допустим того же самого логвинова когда он допустим на какой-то выставке поиграл там 10-20 минут какую-то игру и потом он допустим делает правью и говорит ребят я поиграл так зачем мне заплатили за зачем мне еще не заплатили о мне за shadow of war но вы не заплатили еще я поиграл shadow of war немного сомнения есть немного есть сомнения так зачем мне заплатили а мне заранее за uncharted заплатили точно ребят я поиграл а в демку uncharted 10 минут блять охуенно 10 из 10 и есть отдельный вид людей они такие мне не заплатили мне не ну я не был ни на каких выставках ни на чем но мне дали 40 минут геймплея да это же 10 из 10 игра будет охуенно вы посмотрите тут какая какой звук битвы блять не ладно я я просто не могу я просто не могу молчать я я должен вам показать это подождите ребят я просто обязан вам это показать я просто обязан чтобы показать вам то от чего я бомбил да чтобы вы поняли с чего же я бомблю на самом деле так сейчас я камеру быстренько уменьшу тэ 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 тэн быстренько щатик ах ты щатик так оставлю да нет щатик уберу просто чтоб вы поняли да я чуть не охуел блять пожалейте мои ушки хорош да вы в богемии мы тут все охуеваем сейчас я я попробую заранее чтобы она сейчас переместилась на какое-то место во сейчас тут будет битва смотрите я даже не знаю как это прокомментировать просто послушайте просто вспомните значение слова бич слэп то запомните значение слова бич слэп да такой сучий шлепок готовить ребят ибо это вот про вот это конкретное видео готовить сейчас я звук выкручу я выключу себя даже я даже ничего не буду и у меня и и и и и и и а и а и а в и в или Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дейролл, ты издеваешься там? Ты слышал, что я тебе показывал? Ты слышал, я тебе какой звук показывал? Ты говоришь, что не так со звуком? Звук как будто, блядь, просто сучку шлепками бьют, блядь. Как будто палкой по ватнику бьют. Это не удары мяча. Вот это меня испугало в данном ролике. Кстати, вот. Вот мое лицо, когда я буду играть в игру, если будет такая же боевка. Я верю. Да, я верю. Я верю то, что все исправится. Я верю. То есть я к игре сейчас отношусь максимально объективно. Я верю то, что я завтра врублю игру на стриме и буду просто охуевать. И буду просто охуевать с того, какая игра пиздатая. Так, а ло, он же не в доспехе. Так я и не говорю то, что тут должны, блядь, звоны, блядь, как будто там железо бьют. Но меч, удар, удар меча по человеку, он звучит не так. Он звучит не так. Даже несмотря на то, что он в таком доспехе находится, он должен быть звук. А так, как будто просто звучку сучку по жопе бьют. Ты понимаешь? Ты понимаешь? Ты понимаешь это? Ты понимаешь, что я имею ввиду? Не надо тут меня сейчас за дебила выставлять, который показал какую-то хуйню и ждет, когда все начнут угорать вместе с ним. Ладно. Возможно, все исправили. По крайней мере, скриншоты охуенные. Я тут ничего не могу сказать. То есть, скриншоты просто пиздоты. То есть, все красиво. Я прям представляю себе, как мы будем жить, поживать до добра, наживать и так далее. Я верю в это, дорогие друзья. I believe. Просто I believe. Так, я камеру сделаю пониже. Опа. И верну чат-бокс. И верну. Алерт-бокс. Еее. Все, ребят, снова можете писать в чат, и вы будете появляться. Вот такие дела. Ты еще не предзаказал, что ли? Нет, я с ним по стриму предзакажу. Вот. Они миллиард лет прорабатывали боевку и звуки РЛ. Они точно должны знать, какой звук удар меча по ватнику. Ну, если реальный звук меча по ватнику звучит так, как будто сучку по жопе ударили, я забираю свои слова обратно. Блин. Честно, я забираю свои слова обратно. Это будет показательнее простой демонстрации хуевых звуков. Так я просто вам показал, из-за чего сейчас у меня немножечко подгорает, из-за чего у меня идут опасения. А так я уверен, я непредвзято отношусь к игре. Я верю, что игра будет 10 из 10. Я верю. I believe. Бабай, ты что, мой донат пропустил? Ну, походу, у нас Алерт-бокс на данный момент не включил ваши донаты. Они не поработали. Сейчас я зайду, прочитаю, что тут по донатам было. А вот, 50 рублей. Блядь, бабай, теперь мне на уши операцию делать надо, ибо ты заорал, и барабанные перепонки лопнули. Извини, злой хомяк. Пожалуйста, надеюсь, ты слышишь, что я сейчас говорю. Честно, сорян. А кошка встала и начала дереть диван. Причем нещадно его так дерет. Она дивана только что ануса лишает. Ну, она буквально бедный диван, она его просто в куски. Ебать ты, Феня, больная, ты что творишь? Короче. Не знаю, вы сейчас слышите это или нет, но у кошки есть привычка, да? Она забирается на диван, допустим, на спинку дивана и начинает его дереть. Драть. Потом мы на диван положили пледик, чтобы она сквозь пледик не могла диван хуярить. И в итоге она ложится боком и начинает драть диван там, где не прикрыто. Феня, не ори. Блядь, еще я орет. Да, демонстрирует нормальные звуки ударов. Но, тем не менее, ребят. Да, чтобы вы тут не думали то, что я еблам прям заранее докапываюсь до игры и говорю то, что игра говно. Я верю то, что я куплю игру и меня ожидает несколько стримов охуительного, замечательного, великолепного просто геймплея, с которого я аж просто охуею. И то, что аж потом Custom Stories придет на стрим и скажет, бебе, я поиграл в Kingdom Come Deliverance и игра оказалась охуенной. И мы будем вместе такие сидеть и думать, ебать, вот мы ошибались. А мы думали то, что игра будет говном, а она вышла классной. Неплохо. Ну а если игра будет говном, то... Если игра будет говном... Ребят, вы знаете, я не умею докапываться просто так. Я не умею докапываться до ничего. Мне всегда нужен аргумент. Если я говорю то, что что-то говно, мне нужен аргумент, чтобы доказать то, что это так. Я не люблю пустозвонить. Я не люблю говорить просто так в пустоту, не имея на руках вот чего-то, каких-то весомых фактов. Вот вы увидите потом у меня Metal Gear Solid 4 видео. Не знаю, в этом году, не в этом году. И не сдохнули, а к этому моменту. И вы охуеете, ребят. Там, блядь, ну я не знаю, может быть... Может быть я зулина переплюну в плане того, сколько я говна, сколько я... По времени, скорее всего, даже будет больше видосик, чем у Зулина. Я даже не буду его резать. Эта игра не достойна того, чтобы я сделал видосик в нескольких частях. Я просто не текст, а дрябну пивка, да, знаете ли. Почешу яйца, сяду перед камерой, скажу. Ребят, я прошел Metal Gear Solid 4. И я вам сейчас расскажу, что-то такое, чего вы просто, блядь, сдохнете, охуеете. Бля, где-то ведь часть Metal Gear ебучего. Он должен быть на этой неделе. На этой неделе должен быть. Обязательно. У меня на данный момент активно идет монтаж и все такое. Но он будет намного больше, чем предыдущие видосики. Потому что я там наговорил, не знаю, может быть на полчаса, по крайней мере, должно быть. Хотя у меня там голос записано где-то на час лишним. Хотя, учитывая то, что я неудачный дубль повырезаю, может быть, чего-то еще лишнего, но не лишнего, где-то воды наговорил. Я все это постараюсь вырезать. Вот. Бля, видосы Бабай по Metal Gear это то, ради чего стоит жить. Но в ближайшее время ожидайте, дорогие друзья. Видосик по Metal Gear будет скоро. Я там, я его закончил, в принципе, ну, я высказал все, что хотел высказать. Каких-то недосказанностей у нас нет. С этой игрой. Я сказал все, что нужно. Сказал все, что нужно, и в ролике вы это увидите. Не знаю, честно, не знаю, когда я займусь новыми видосиками по Metal Gear, начиная со второй части. Потому что я хочу пока что немного отдохнуть. Видосы по Metal Gear очень сильно выматывают. Вы не представляете. Я хочу что-нибудь рафляное, что-нибудь забавное, да. Что-нибудь забавное такое сделать, что-нибудь забавное выложить, с чего люди сами отдохнут. Да и я сам скажу, ой, да, кайф. Вообще не напрягался. МГС от Бульбуя, секс. Ну, ожидайте в скором времени, дорогие друзья. Прогресс идет, да, работа идет. Все будет чики-брики. Можете не переживать. А на сегодня, дорогие друзья, я думаю, мы будем потихонечку заканчивать. Мы простримили полтора часа, но все, я вымотался. Это были слишком активные полтора часа. У меня, я чувствую, я вымотан. Я словно тюбик от зубной пасты, которую полностью выдавили. Я сейчас, наверное, пойду перекушу. Чаек попьем. Кофеек, может, попьем. Да, продолжу видосик монтировать. Постараюсь поскорее закончить. Чтобы вы, это самое. Чтобы вы в ближайшее время видосик ожидали. Может быть, если получится, то ожидайте на этой неделе. Почему бы тебе не сыграть в Стар Дювейле? Игра спокойная, построящая еврейскую дачу. Стар Дювейле это первая причина, почему видосик так долго был по Метал Геру. Я после того, как видосик выложил второе, я на несколько дней в Стар Дювейле зарылся. Дошел там до десятого дня лета, что ли. И потом все-таки вышел, сказал, нет, надо, надо, надо работать, надо делать контент. Ладно. Ребят, на сегодня все. До скорых встреч. И... Пока.